В Москве перед посольством Азербайджана прошел очередной пикет в поддержку талышского общественного деятеля Гелала Мамедова. Напомним, что главный редактор газеты «Голос Талыша», который получил широкую известность после опубликованного им ролика «Ты кто такой? Давай до свидания!» был задержан по обвинению в хранении наркотиков. Позже к делу Мамедова также присоединили статьи о шпионаже, государственной измене и разжигании межнациональной розни. Но сторонники Гелала Мамедова уверены, что все эти обвинения не имеют под собой никаких оснований. Это человек не иранский шпион, это человек не раскалывает Азербайджан, вражду он не сеет. Например, блестяще владея талышским языком в семье Гелала всегда говорили на азербайджанском. В моей семье говорили на талышском языке с детства, а у него в семье всегда говорили на азербайджанском. То есть никакого вражды, нелюбви к другим народам не было. Выходят провокаторы, бывают под видом обычных проходящих граждан. Ну, в принципе, хотелось бы, конечно, пообщаться. Но я думаю, что посол, уважаемый человек, мы того, что очень любим к Владу Головой. Ситуация с задержанием Гелала Мамедова вынуждает говорить о том, что несмотря на все заявления руководства Азербайджана о строительстве многонационального государства, проблема межэтнических конфликтов в стране все еще не решена. И даже самый невинный повод может стать причиной тюремного заключения. Кстати, в самом Азербайджане мало кто сомневается, что арестовали Гелала Мамедова именно из-за поднявшегося интереса к талышской культуре после появления в сети ролика «Ты кто такой? Давай, до свидания». Никто не верит ни в наркотики. Народ же должен поверить, понимаете? Никто в это не верит. Может быть, кто-то хочет провоцировать в Азербайджане национальный конфликт. Акция у посольства Азербайджана в поддержку Гелала Мамедова вышла совсем немногочисленной. Но ее участники уверены, что его судьбой должны заинтересоваться не только в Баку или Москве, но и по всему миру. Рассматривается вопрос о госизмене государственной важности. Это в том числе и для этого было сделано такое обвинение, чтобы максимально скрыть свое судилище. Надо, чтобы мировое сообщество, единое порыве, как говорится, Азербайджану сказало, что Гелал Мамедов является предзаключенным и призвало его освободить. Как сейчас все пытаются, не все части, скажем так, западного мира и арабского, пытаются совместно надавить на Башар Асада, вот точно так же бы они объединились в порыве уж точно невинных человек. Но понимаете, нефть, она, конечно, решает очень многое. К сожалению, западные режимы, там, где касается дело нефтяных контрактов, оно готово закрывать глаза беспорядке, беспорядке, которое творится в этих странах.